Когда я несколько недель назад задал вопрос своей жене «Что бы ты делала, чем бы ты занималась, если тебе не нужно было бы работать?» Она сразу не смогла ответить на этот вопрос, но когда на прошлой неделе у нас было немного больше времени вместе, мы и для неё, и для себя пришли к какому-то логическому решению по этому вопросу. Мне кажется, что именно этот вопрос должен на сегодняшний день задавать себе каждый человек, который чем-то не удовлетворён своей жизнью. На самом деле я замечаю много людей, которые живут изо дня в день, и они не знают, что именно им приносит удовольствие. При этом даже те, которые ставили себе этот вопрос, думаю, процентов 80 не смогли бы на него ответить, впрочем, как и мы. Да, я понимаю, что это моё личное наблюдение, при этом я вижу, что оно отображает реальность. Так случилось, что в наше время вокруг столько всяких влиятельных голосов, которые звучат извне и которые борются за наше внимание, что мы часто можем не слышать свой голос, который из нас изнутри звучит. Либо этому голосу уже было столько всего наговоренного, что он не слышит то, что он реально думает. Поэтому как мы можем побороть эту проблему? Как нам реально узнать, что именно нам нравится? Я думаю, что вы в своей жизни занимаетесь не только той работой, на которую вас вынуждало финансовое положение, но всё-таки были те занятия и хобби, которые приносили вам реальное удовольствие. И может быть, что вы даже делали не за деньги. И ещё я сделаю небольшое предположение, что таких занятий в вашем жизни было больше, чем одно. Поэтому давайте начнём разбираться с вот этим всем по шагу. Я думаю, что если вы возьмёте одно из вот таких любимых занятий, которые у вас были, и постараетесь их разбить по частям, то будут те составляющие, которые вам не очень нравились, были те, которые рутинные и те, которые реально приносили большое удовольствие. Я покажу это на своём примере, на примере сыроделия. Это получение молока, это процесс работы с молоком, потом уже процесс работы с сыром, и процесс уборки помещения, к сожалению, процесс ухода за сыром, и в конце это процесс продажи сыра. Так вот, к примеру, само получение молока, учитывая то, что я его не даю с животных, я просто еду за ним на ферму, то даже это мне не сильно в радость, потому что нужно рано вставать, ехать почти за час от дома, носить бочки, потом назад, потом снова бочки, потом мыть прицеп, потом и так далее, и так далее. Дальше идут манипуляции с молоком. Здесь нету тяжёлых физических нагрузок, всё делается по техкарте сыра. Такая себе рутинная работа, да и всё. Ну и отношение здесь может быть плюс-минус нейтральное. И потом уже начинаются манипуляции с сыром. В тот момент, когда ты достаёшь сырное зерно, наполняешь им формой, вот это самое оно. Ты дальше переворачиваешь сыр, потом его солишь, относишь порем на созревание. И следующий этап – это уборка сыроварни, и податоков всего на следующий день. Далее на протяжении нескольких месяцев сыр регулярно проходит процесс афинажа, то есть переворачивания, осмотра. И это может быть иногда скучным, иногда очень интересным занятием. И завершающий этап всего этого – это дегустация готового сыра и его продажа. Но почему мне нравятся определённые моменты? Я думаю, что именно в примере с сыром это момент, когда ты становишься творцом чего-то нового. До этого не было сыра, было себе просто молоко, а ты бац и сделала с него такую большую головку сыра. Креатив, как сейчас говорят, да? И следующий момент – это не дегустация сыра для меня. Для меня это этап продажи сыра. И опять же, здесь дело идёт не в деньгах, которые я получаю за этот сыр. Деньги являются лишь инструментом, который мне помогает дальше продолжать это делать. Но настоящая суть этого процесса – это эмоции, которые я наблюдаю на лицах покупателей моего сыра, и также те эмоции, которые я сам получаю в результате взаимодействия с этими людьми. Поэтому на примере такого анализа и многих других, которых я проводил для себя, я могу точно сказать, что именно момент создания чего-то и момент, когда я приношу пользу людям, для меня являются вот этими характеристиками, которые описывают именно те этапы или процессы в делах, что мне нравятся наиболее. Я снова повторюсь, что в этом занятии мне нравится именно процесс, когда я творю что-то новое. Это, пожалуй, то божественное, что у нас осталось и что мы не потеряли. И второе, что мне приносит удовольствие – это когда я приношу своими делами пользу людям. Идеально, когда идёт и процесс и творения, и процесс создания пользы для людей, когда они вместе работают, это то, что делает моё дело ещё более любимым для меня. Поэтому попробуйте сделать подобный анализ с теми занятиями, которые вам нравились, для того, чтобы прийти к подобному результату. Задайте себе вопрос, что бы вы делали, если бы не было вопроса в деньгах. Я понимаю, что это может быть сложно, но попробуйте подойти к этому. Разберите несколько разных занятий, которыми вы занимались. Я реально думаю, что вы сможете найти то, что реально вам нравится. В следующем видео я постараюсь раскрыть дальше эту тему, как связано то, что вы любите делать, с тем, как обеспечить себе жизнь. Потому что здесь есть прямая связь, и я также надеюсь, что это будет очень полезно для вас, как это было полезно для меня. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, общайтесь со мной в комментариях, буду очень рад общению с вами, и до следующего видео.